Итак, добрый день гостям подписчикам моего канала. Сегодня я вам расскажу, какие же подсаки рыболовные были в СССР. Они были в основном все складные. Расскажу, какие подсаки рыболовные были в СССР. Это советские подсаки или моя коллекция рыболовных подсаков из СССР. Давайте начнём. Вот, посмотрите, подсаки. У меня их 4 штуки. И давайте начнём с первого. Я даже не снимал, по-моему, про него обзор. Мне сказали, что вот это именно подсак, вот здесь нет, смотрите, он куда-то прикручивался, была какая-то у него ручка. И вот этот подсак сказали именно для зимней рыбалки. Посмотрите, что он сдвигается. Не знаю, мне сказал продавец. Скажите, что вы думаете, потому что он реально в таком положении проходит в лунку, чтобы вываживать рыбу, доставать. Посмотрите, и так же он раскрывается до такого вот состояния. Напишите в комментариях, правда или нет, вот такой вот подсак для зимней рыбалки, для того, чтобы мы могли его засовывать в лунку. Напишите, жду ваших комментариев. Я не знаю, не разбираюсь, но мне сказал так вот продавец, который отдавал вот этот подсак. Подсак номер один. Далее я показывал, это рыбалонный подсак завода Сатурн. Он шел в наборах, продавался и по отдельности. На ручке здесь логотип завода Сатурн. И цена 2 рубля 10 копеек. Здесь такая ручка удобная, чтобы мы могли его брать. Брать, посмотрите, разбирается он здесь, откручивается вот этот колпачок и снимается, складывается он в три части. Вот такой он треугольный, такая вот сеточка. С сеточкой складывается и вот эта ручка отдельно тоже отделяется. Вот такой вот подсак завода Сатурн. Я снимал по нему отдельный обзор. Далее вот такой вот ленинградский ЛАО. Он тоже раскладывается. Ручка, посмотрите, как у спиннинга ленинградского. Тоже он из дюралюминя. И здесь, посмотрите, логотип ЛАО. Тут логотип ЛАО, это Ленинградское Адмиралтейское общество. И здесь цена 6 рублей. Вот так он раскладывается тоже треугольником. ЛАО. И самый такой вот интересный, более-менее, я тоже снимал камимо обзор. Вот такой вот подсак. Здесь, посмотрите, вот так он фиксируется. Всё. Здесь нажимается кнопка назад складывается. Более такой. Здесь, смотрите, мы регулируем, вытаскиваем длину, регулируем вот этим вот нажатием зажимания-разжимания. И это в производителях СССР цена 10 рублей. Такой вот небольшой подсак. Больше всего он мне нравится. Здесь, смотрите, нажимаем кнопку, и он опять вот так вот без проблем складывается. Вот такой вот классный подсак. Вот такие вот подсаки производились. Такие вот подсаки рыболовные делались в СССР. Кстати, этот, если не ошибаюсь, это Харьковский станкостроительный завод. Цена 10 рублей, самый дорогой. Всех подсаков моих, вот этот ХСЗ, Харьковский станкостроительный завод, он сделан более качественно и больше всего мне нравится. Вот такие вот подсаки из СССР. Вы напишите в комментариях, какие подсаки были у вас. На сегодня все. Всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся, ставим лайки. Также подписываемся на мой инстаграм. Ссылочка будет в описании. Всем пока!